Для меня вера начинается там, где особенно тяжело верить, потому что, когда тебе легко верить, и у тебя есть очень много всяких страховочных вариантов, тогда, когда у тебя есть множество всяких таких вот, я просто понимаю, что это мне легко достигнуть, у меня есть такой-то план и так далее, я верю, я доверяю Богу, но тогда, когда кроме Слова Божьего уже нету оснований просто идти дальше, не знаю, просто продолжать идти, у нас были такие моменты в нашей жизни, когда мы ждали ребенка 17 лет, у нас не было детей 17 лет, и из них 10 лет мы были уже верующие, были служителями Божьими, и я помню, что это не было временем, когда ты постоянно находишься в вере, когда ты силен, то есть у тебя время слабости, время отчаяния, время огорчения, время разочарования, и во всем этом время от времени у тебя возникают периоды, когда ты веришь и доверяешь Богу, поэтому для меня вера это все, это смысл, когда ты просто... Смысл для того, чтобы продолжать идти, для того, чтобы продолжать надеяться, для того, чтобы продолжать двигаться вперед. Вот отсюда, но я хочу сказать, что очень часто мы молимся, я молюсь, например, говорю, как тогда, как в Библии, да, что Бог, Боже, помоги моему неверию. То есть это нормальный совершенно процесс в моей жизни. Но иногда нужно просто начинать говорить, даже когда ты не веришь, нужно просто начинать говорить слова веры вслух. Даже если ты в них не веришь, потому что произнося, ты начинаешь верить. Произнося, еще раз повторяя, ты начинаешь верить все больше и больше, и Бог просто наполняет верой.